Вы действительно считаете, что мозг невозможный изучить? Каждый воспитатель детского сада, каждый учитель, каждый зауч, каждый директор школы должен быть измерен. А электронный учитель гораздо дешевле обычного учителя. Всячески постараюсь сделать так, чтобы и в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом. Странно, это когда то, кем ты являешься, можно будет редактировать с помощью нейроинтерфейса. Вы не можете быть умнее суперкомпьютера. А раз не можешь победить, присоединись. Появляется очень дешевый производственный робот высочайшего класса, только человек. Взаимные мучения между системами искусственного интеллекта и человеком. Вперед и выкупает 12-летнего монгольского парня на работу в фейсбук. Они заставляют вас подумать о чем-то и тем стимулируют схемы нейроинтерфейсов. А можно это делать напрямую. Мы это называем у себя на своем внутреннем свет, суверендией, возвращение роботорговли. Вот такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам. В январе 2020 года будущий премьер Михаил Мишустин заявил о том, что Россия должна превратиться в цифровую платформу. В качестве приоритета в работе на посту премьера он обозначил реформу управления, внедрение современных технологий и реализацию нацпроектов. Я буду разбираться с программой, национальным проектом цифровой экономики. Без сомнений государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей, так и не пытаясь строить налоговую систему. По сути дела он заявил о том, что вся наша жизнь должна кардинальным образом измениться. Нас при этом никто не спрашивал, хотим ли мы этих изменений. Но мы по факту видим, что они действительно происходят. Что цифровизации подвергается не только административная или экономическая жизнь нашей страны, но также вся личная жизнь граждан подвергается цифровизации. И теперь, когда этот процесс уже развернулся в полную силу, мы можем уже увидеть некоторые его черты. Мы можем понять, по каким, собственно, законам мы будем жить в этой самой цифровой платформе. Первое, что бросается в глаза, это установление жесткого цифрового контроля над гражданами. Для этого цифровизаторы уже написали несколько законов, но граждане почему-то сопротивляются этим законам. Тогда цифровизаторы организуют массивные пропагандистские кампании, в которых они рассказывают, как гражданам будет здорово житься в цифровом аквариуме. Но граждане продолжают желать свободы. Тогда цифровизаторы начинают действовать более осторожно. Они цифровизуют нашу жизнь по частям. На региональном уровне или через отдельные сферы жизни государства, как, например, образование. Основными застрельщиками и идеологами тотального цифрового контроля над российскими детьми стали такие организации, как Высшая школа экономики, Сбербанк и Агентство стратегических инициатив, АСИ. Некоммерческая организация, созданная правительством Российской Федерации. В этом агентстве одно из направлений возглавляет Дмитрий Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, а также автор нескольких проектов реформации нашего образования. Когда наблюдаешь за выступлениями этих цифровых гуру, первое, что бросается в глаза, это характерная дегуманизирующая риторика, которую они постоянно используют в своей речи. Она не случайно именно такова. Она свидетельствует о наличии особенного цифрового мировоззрения, формирующего очень специфическое отношение к людям. В дальнейшем нам не раз придется в этом убедиться. Каждый воспитатель детского сада, каждый учитель, каждый завуч, каждый директор школы должен быть измерен. На каждом уроке, на каждом курсе и каждый день. Прозрачность, транспарентность процесса обучения и измеряемость процесса обучения. И тогда мы радикально изменим качество образования. И я уверяю, что никакими другими инструментами, за исключением зрелой культуры, это не заменяется. Но на первом этапе это все должно быть поставлено через измерители. Следить за преподавателями и учащимися будут в первую очередь через видеокамеры, которые будут мерить в автоматическом режиме степень вовлеченности в работу преподавателей. Камера может считать, сколько минут вы провели в коммуникации со смартфоном, а сколько слушали преподавателя, рассказывает Дмитрий Песков. Это ведь легко сделать. Например, есть преподаватель, есть студент в университетской аудитории, с которым он работает. Можно же мерить в автоматическом режиме вовлеченность студента в работу преподавателя. Да элементарно. Вот у вас там висит камера. Она может, например, считать, сколько минут вы провели в коммуникациях с смартфоном, а какую часть этого времени вы слушали преподавателя. Правильно? Да, и если у вас 70% студентов, значит, занимались внутренними коммуникациями, то значит преподаватель был плохой и ваше внимание не держал. Вот так система контроля сделает виноватыми сразу всех. Учащийся уткнулся в телефон? Виноват и он, и преподаватель, который не смог интересно преподнести материал. В своем рвении надзирать за детьми он идет еще дальше. Оказывается, в скором будущем результат образования будет достоверно устанавливаться путем снятия данных непосредственно с коры головного мозга. Песков называет это новой искренностью. По его мнению, это полностью поменяет процесс образования в будущем. Цифровизатор намерен измерять не только и не столько добросовестность учителей или уровень знаний учеников. Никто уровень знаний на самом деле измерять не собирается. Герман Гриф вообще считает, что нужно отменить и оценки, и экзамены, потому что это якобы невротизирует детей. А тотальная слишком, конечно, и невротизирует. Так вот, не только оценки в школах не нужны, не нужны, даже сами знания считают цифровизаторы. Время показывает, что навыки значительно более важны и ценны как для личности, так и для общества, и доминируют над знаниями. Понятия знания, они все больше заменяют понятием компетенции. Их цифровизаторы намерены измерять, причем в постоянном режиме. Очень сильно цифровизаторов интересует возможность измерения социального и эмоционального интеллекта. Что именно имеется в виду под этими терминами, хорошо написано в документах, касающихся образования, разработанных Всемирным банком и другими глобальными международными структурами. Ведь именно они разрабатывают концепции и идеи для всех этих господ говорящих голов из Сбербанка, Высшей школы экономики и прочих. Но об этом позже. Согласно пособию Всемирного банка, разработанному для измерения навыков, в ходе образовательного процесса нужно оценивать социально-эмоциональные навыки, личностные и поведенческие, и установочные, такие как открытость, сознательность, экстраверсия, покладистость и невротизм, или его противоположность эмоциональная стабильность, добросовестность. В целом Всемирный банк и наших цифровизаторов интересует вся эмоциональная сфера жизни человека и то, как он принимает решения. Эта информация на протяжении всей жизни будет мониториться, собираться и заноситься в так называемый паспорт компетенции. Все заявленные выше цели отнюдь не являются мечтами о будущем. Они активно реализуются уже сейчас. Так в школах Пермского края и некоторых других регионах уже устанавливаются камеры слежения, способные распознавать эмоции детей. С каждым проходом формируется вектор развития детского лица. Все расстояния критические между глазами, глаза здесь, между носом, подбородком, они уже изменятся, и это будет совершенно другое лицо. Но наш алгоритм позволяет проследить ответное развитие и с высокой точностью сказать, что это да, вот этот человек мог измениться вот так. При сканировании пропуска изображение с камеры поступает в систему и сравнивается с уже имеющимся в базе данных. Беляева Елизавета Григорьевна и школьник 7-го Д. В регионах власти проявляют чудеса воображения в создании способов сбора персональных данных детей, так называемых электронных портфолио и множество разнообразных других досье. А собирать биометрические данные у детей Сбербанк начал уже в 2015 году, внедряя в российские школы проект «Ладошки» – систему оплаты школьных обедов, использующую вместо денег и банковских карт отпечаток рисунка на ладони ребенка. Коллегами из Дрока продвигается сервис «Ладошки». Здесь клиентами становятся дети. Если ладошку подсветить снизу инфракрасного инспектора, то у нас начинает появляться рисунок вен. Если мы смотрим интернет, мы слышали, там сфотографировали, тут взяли отпечаток пальца как-то у министра обороны и после этого ее поделали. Здесь, в инфракрасном свете, подделать эту штуку гораздо сложнее, потому что там опанализируется и ток крови, и много там степеней защиты. Это гораздо сложнее, но, опять же, повторюсь, гораздо более дорогое. Как того и хотел Всемирный банк, наши цифровизаторы занялись сбором всех личных данных граждан России. А что будет дальше происходить со всеми этими данными? Например, вот это. В ноябре 2020 года АСИ организовал форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках этого мероприятия было собрано около 15 тысяч идей со всей России для масштабного перезапуска социальной и экономической сферы. Как вы думаете, куда передана информация о том, что происходило на форуме? Правильно, Всемирному банку и другим международным структурам. «Мы передаем информацию всем крупным институтам развития, в том числе Всемирному банку и ЮНИДО», заявила глава АСИ Светлана Чупшева. А ведь вся эта цифровизация была затеяна для того, чтобы наша страна стала конкурентоспособной. Государство на сегодня должно просто становиться цифровой платформой, в хорошем смысле слова. Потому что если оно не станет цифровой платформой, то угроза, в том числе существованию многих государств, эта угроза исходит сегодня от больших крупных цифровых гигантов, о чем уже говорят многие международные институты, в частности УЭСР, это активно обсуждается. Но созданное правительством АСИ, сотрудники которой реализуют государственные проекты по цифровизации экономики, всесторонне сотрудничает с Всемирным...